Хорошая погода для рыбалки в марте и апреле, весной. Что это такое? Об этом и пойдет речь в этом видео. Но давайте, друзья, в самом начале не будем путать две вещи. Честненько, начинающие рыбаки эти две вещи путают. Первое, это хорошая погода для самого рыбака. То есть, что это такое? Марте и апреле. Это когда на улочке светит солнышко, тепло, то сверху на голову ничего не капает, не сыпется в виде снега, сырого дождя. Легкий бриз в виде ветерка. Ловить комфортно одно удовольствие, это первое. А другая погода хорошая для ловры рыбы, это совершенно просто. Но при такой хорошей погоде, когда ловить одно удовольствие, рыба может клевать плохо, либо не клевать вообще. Тему этого видеоролика мне подсказали, друзья, как раз ваши комментарии под видеороликами. И я решил сделать ведущий, который, думаю, многим из вас, друзьям, будет интересен и, в принципе, полезен. Что такое хорошая погода для клевого рыбы и как ее распознать? Давайте, друзья, не будем забывать, что погода меняется за три дня. То есть, все изменения погоды происходят за три дня. Это касается как марта и апреля, так и других, в принципе, месяцев. Погода за день, когда меняется, это происходит частенько при каких-то очень сильных стихийных бедствиях. Ураганам, типа там смерти каких-то. Ну, в общем, тех стихийных бедствий, которые всего ломают на своем пути. Такие изменения погоды обычно приводят к большому количеству человеческих жертв и больших разрушений. Но речь не об них. Все это вам, друзья, я рассказываю из своего личного опыта. Я всегда делаю так, перед тем, как отправиться на рыбалку, как в марте, апреле, так и в январе, декабре, июле, июне, августе и других месяцев. Незабисимо. Летняя, зимняя, осенняя, весенняя рыбалка. Или какая-то. Любой рыбак, друзья, никогда не ходит на рыбалку спонтанно. То есть, сидел, сидел, потом бак, что-то в голову пришло. Дай-ка я пойду на рыбалку. Нет. Обычно рыбаки всегда, как в марте и апреле, и в других месяцах, ну, речь пойдет на марте и апреле. Вот. Всегда ее планируют. То есть, заранее. То есть, рыбак сегодня понедельник думает, так, пойду я на рыбалку в среду. Другой рыбак думает, пойду на рыбалку в четверг. То есть, планировка рыбалки уже началась. И это важно. И не важно, друзья, куда вы собрались. На реку или на озеро. Это касается, как реки, в принципе, так и озера. Для того, чтобы понять, какая будет у нас рыбалка, будет ли позволять рыбе погода питаться. В тот день, который вы запланировали для своей рыбалки, нам принадлежатся всего две вещи. Первое, это барометр. Второе, это термометр. А теперь, друзья, об этих двух приборах и поподробнее. Первое, а барометр. Понаблюдайте за давлением. Если за несколько дней до рыбалки на вашем барометре начинаются ненормальные скачки, то есть, что такое ненормальные скачки атмосферного давления? Когда прыжки идут примерно в 20, ну не примерно, а в 20-30 миллиметров, то есть, вверх у них давление прыгает, вот, то отправляясь на рыбалку дня через три, то есть, в течение вот этих трех дней скачки прекратились, или не прекратились. Если скачки не прекратились, то не удивляйтесь. На той рыбалке, на которую вы отправились на реку или на озеро в марте или апреле месяце, клёвого у вас не будет. И виной всему это самое ненормальное атмосферное давление, которое прыгает то вверх, то вниз на 20-30 миллиметров. Обычно люди, которые страдают какими-то хроническими заболеваниями, эту штуку чувствуют плохо всем, не только людям. Плохо и зверям, и птицам, в том числе и рыбам. Там, на дне водоема, на реке или на озеро. А теперь чуть-чуть о том, если погода грустно. Доболение сильно не меняется. Таких резких скачков нет. Вы видите, что давление пошло вниз. Вы собрались на рыбалку за 3 дня. И давление начинает падать, падать и падать. Падает и падает. Это означает одно. Что на вашей рыбалке, когда давление будет максимально низким, лучше всего ловить мирную рыбу. Такую, как плотва, елет, уклейка. Мирную рыбу. При низких давлениях хорошо плюет мирная рыбка. Мирная белая рыбка. Но если давление поперло вверх, ползло, ползло, ползло и уползло, то в этом случае лучше всего ловить в марте и апреле хищную рыбку. Окунь-голавль. При более высоком давлении окунь-голавль, то есть хищники, клюют хорошо, но не клюет мирная рыбка. И наоборот. При низком давлении атмосферном очень хорошо клюет мирная рыбка, но не клюет хищная рыбка. Не путайте об этом. Высокое и низкое давление. При низком ловим мирную белую рыбку, при высоком ловим хищников. А теперь о термоментре. О температуре. В марте месяце частенько есть утренники. Их не нужно путать с какими-то изменениями глобальными при температурах. То есть, когда утром может быть температура минус 25, а то и 30, а днем, ближе к обеду, температура может достигать плюс 10. Это на клюет рыбы сильно не играет. Это не изменение погоды. Такое происходит каждый год в марте. Утренники есть всегда. Плюс хороший. Когда утром идешь на рыбалку, бывает, по насту нас замерзнет, идешь как по асфальту. Это плюс. Да и вдобавок ко всему, все подмерзает. Везде вымерзает вся эта влага. Хорошо идти на рыбалку. Удобно. А не по каши брести. Но есть и другой, как говорится, вариант, когда погода действительно начинает меняться не в ту сторону, которую нам нужно. Не путайте, друзья, с утренниками. Утренник, когда температура утром очень низкая, а к обеду она будет плюсовая. Это одно. И есть еще, друзья, одна та самая погода, которую с утренниками путать ни в коем случае нельзя. Это играет как раз против нас. А именно, когда, допустим, утром вы проснули часика в 8-9, или в 7 часов, видите плюсовая температура. Плюс 1, плюс 2, плюс 3. А к обеду будет минус 10. Такое бывало. Я когда-то попадал в такие ситуации, когда днем была минусовая температура, а утром шел дождь, потому что температура была плюсовая. Шел дождь, и на рыбалку сверху льется, а к обеду все замерзло. Вот это как раз другой вариант, который играет против рыбака. Если, друзья, происходит такое в течение нескольких дней, когда утром плюсовая, а к обеду уже минусовая, то через 2-3 дня отправлять на рыбалку ничего хорошего там ждать не придется. Рыба клевать будет плохо, либо не будет вообще. Грешить на свои насадки бесполезно, потому что погода меняется. Это... И почему, друзья, это так важно? А дело в том, что многие рыбаки на это просто плюют, мягко выражаясь. А потом приходят на рыбалку, рыба не клюет. Он делает 1, 2, 3, 5, 20 лунку. Да не клюет она сегодня. Ты хоть все перебурь на свете, как на реке, так и на озере. Хоть какую-то насадку нацепи и на сади и закинь туда под рёд. Не будет она сегодня клевать, потому что погода изменилась. Именно погода виной того, что рыбак остался с нулём. Повторю, друзья, многие рыбаки на это плюют, на эти погодные факторы. А это очень важный фактор. Сама погода, потому что именно она всегда диктует условия. Будет рыбак сегодня с рыбой или не будет рыбак сегодня с рыбой, а будет с одним большим вот таким нулём. Это, друзья, очень важно. Я всегда обращаю внимание на это перед тем, как отправляться куда-то на рыбалку. На зимой, весной, летом, в принципе, и осень. А если вы приехали на рыбалку, до этого давление не прыгало, температура ненормальная, не скакали, пробулили лунку, закинули туда мормышечку с насадочкой, рыба не клюёт. По что? Здесь есть только один ответ на этот вопрос. Под вами рыбы нет. И это проблема решаема. Сделав ещё десяток лунок, вы найдёте ту самую рыбу и тех видов, и тех размеров, которая будет сегодня питаться на все ваши насадки, которые у вас есть. Чернобыльный, крепей, червяк, мотыль, опару, без разницы, будет сегодня питаться, потому что погода сегодня не изменится. И клёв сегодня будет в марте хороший на все насадки, как на реке, так и на озере. Но, исходя из всего вышесказанного, я так и вспомнил комментарий на каналах, когда рыбарь-зритель ищет какое-то волшебное давление. Волшебное. Вот если на рыбалке это давление у него будет, он наловит кучу рыб. Сюда ещё приплюсуем приплюсуем в волшебную температуру, да, оптимальную, которая подходит для того, чтобы там наловить целую кучу рыбы, приплюсуем в волшебную мормышку, волшебную насадку, волшебную приклонку, вот, и он будет всегда с рыбой. Как на реке, так и на озере, как в марте, так и апреле. А то, что до момента рыбалки погода начинала уже меняться, это не о чём. Главное, чтобы на той рыбалке было то самое волшебное давление, оптимальное, которое подходит для его местности и для его водоёма. Вот, то, что менялась погода, это не о чём. А что же вы себе делает большинство рыбаков? Когда плюют на эти все давления, на эти все температуры, приехав на рыбалку и ничего не поймал. Что они делают дальше? Делают это большинство. Это исходя из всех каналов, где я видел комментарии и поисковые запросы. Да, приехал на рыбалку в марте или апреле, ничего не поймал, не клюет, не смотрел ни на давление, ни на температуру. Погода менялась. Он заходит в интернет в поисках волшебных насадок, волшебных мормышек, волшебных приколов, благодаря которым он сможет наловить кучу рыбы в любую погоду. И исходя из всего вышесказанного, будет ли рыбалка благополучна и будет ли рыбак с рыбой, зависит не от погоды, не от насадок, не от прикорма и не от мормышек, а зависит от самого рыбака, от его наблюдения. Если он наблюдает за погодой и смотрит на температуру и давление, как меняется все, как в марте-апреле, мае, июне, июне, августе, зимой, летом, осенью, он всегда будет с рыбой. А если будет чихать на все это дело, веря в волшебные мормышки, насадки, прикомки, то всегда будет с рыбом, как на реке, так и на озере, как зимой и летом, весной и осенью, в любую погоду. Как-то так.